но сегодня как и обещал я попытаюсь рассказать про доказательства именно предоставление их в разном электронном виде. Дело в том, что у нас прогресс не стоит на месте и у нас суды вынуждены работать уже с доказательствами, которые фактически выглядят как электронные и это вызывает достаточно большое количество вопросов. Так вот, исходя из 55 статьи ГПК, доказательства у нас могут предоставляться сторонами. Обязанность по доказыванию лежит на стороне, согласно 56 статье ГПК. Так вот, у нас бывает разного вида доказательства. Бумажные доказательства, все понятно, сделали копию, передали. Надо учитывать, что у нас доказательства приобщаются вместе с раздачей сторонам копии этих доказательств бумажных. Это же правило распространяется и на электронные доказательства. Так, допустим, если вы приобщаете какой-то носитель, правилом хорошего тона будет являться и раздача сторонам копии этого носителя. Таким образом, дорогие носители лучше не использовать. Обычно в судах все электронное принимается на компакт-дисках. Да, у нас компакт-диски до сих пор используются в судах и это является привычной формой предоставления доказательств. Возможно предоставление и на флеш-носителях. Единственное, что с флеш-носителем, поскольку они могут быть достаточно дорогими, придется расстаться, поскольку он будет приобщен к материалам дел. Более того, необходимо раздать тоже такие же флеш-носители, получается, сторонам. Я часто использую в таких случаях написание возражений и указание в возражениях ссылки на облако, в котором расположены эти файлы. Таким образом, я раздаю сторонам письменную позицию с указанием ссылки на материалы, а суду предоставляю конкретно материалы. Что же касается у нас скриншотов, которые часто любят использовать граждане, не так давно, а именно 7 февраля 23 года, Верховный суд сказал, что скриншоты можно использовать. То есть, ранее предполагалось, что любой скриншот должен быть заверен нотариально. Нотариус удостоверяет, что он соответствует, соответственно, оригиналу экрана. Берет за это еще и деньги немалые, и после этого страна может их в письменном виде приобщить к доказательствам. Сейчас же суд Верховный занял такую позицию, что возможно предоставление просто скринов, переписки и ничего с судом после этого не случается. То есть, суд должен использовать эти доказательства при вынесении решения. Конкретно речь идет о деле 5 дефис КГ-22, дефис 144, дефис К2 от 7 февраля 23 года. Так вот, такие доказательства у нас ныне принимаются, и можно ссылаться на эту практику, несмотря на то, что у нас непрецедентная система. Но можно это использовать. Что касается носителей, ну вот носители, если они приобщаются, с ними приходится расставаться. С флешками ситуация такая, что в принципе флеш-носитель является перезаписываемым. Есть отдельные виды флешек, которые записываются всего один раз, и я думаю, для суда лучше использовать именно такие флешки. Флешки перезаписываемые, но могут быть перезаписаны в ходе ознакомления с материалами дела. Это надо учитывать, поэтому ситуацию надо контролировать в любом случае, чтобы ваши доказательства не были перезаписаны при ознакомлении с делом. Как у нас работает суд с такими доказательствами? Но если это видеоматериал или аудиоматериал, естественно суд надо фактически обеспечить возможностью просмотра этого видео или аудио. То есть я вот обычно беру ноутбук с собой на такие случаи, потому что рассчитывать, что у суда будет компьютер, который можно всем вместе посмотреть, и еще и он будет способен воспроизводить видео в том формате, в котором ты предоставляешь. Но не приходится, поэтому все с собой, чтобы это можно было использовать в процессе, но фактически на сторону приобщающих такие доказательства автоматически ложится и обязательство по обеспечению возможности ознакомления с этими доказательствами. Что касается видео и аудио доказательств, но здесь ситуация достаточно простая, файл в том виде, в котором получен записывающее устройство, он в том виде и должен приобщаться. То есть никакого перекодирования, никакого монтажа, никакого редактирования, никаких добавлений титров и так далее не должно с этим файлом происходить. Исходный файл является доказательством. Переработанный файл может быть отметен стороной именно по этой причине, поскольку он переработанный, непонятно, что там было до, что там было после, как этот файл монтировался и так далее. Все это будет осложнять процесс доказывания и этим лучше не заниматься. Надеюсь, я достаточно полно ответил на вопрос использования электронных доказательств. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо. Спасибо. Спасибо.